Есть еще одна номинация, еще одна страница в этом народном голосовании на титул Национальная гордость России. И называется эта страница «Воспитание души». Это действительно о тех, кто воспитывает души нового поколения жителей нашей страны. И вот мы хотим представить вам Александра Шибаева. 30 человек училась в маленькой сельской школе, пока туда не пришел учитель. Вам предложили возглавить маленькую Кропивинскую сельскую школу. Вам было 22 года? 22 года. Вы были зеленый пацан. Извините за вульгарность. Не хочу говорить... Ну почему же, специалист в своей области. 22 года, пацан зеленый. В любом случае, даже если у него диплом в кармане, даже если он красный диплом, он все равно зеленый пацан. Но все равно специалист. И я хочу вас спросить, вам не было страшно? Вот, наверное, потому что был зеленый, страшно действительно не было. Груз ответственности, да, осознаешь, что от тебя, по сути, зависят судьбы людей. И их воспитание отчасти. Да, семья немаловажна, но школа также. А сколько сейчас учатся детей в вашем центре образования? Сейчас обучается 256 детей. Это большое солидное здание. Мы реализуем несколько инновационных проектов, касающихся здоровья и сбережения. Каких? Первый, это касающийся здоровья и сберегающих технологий в образовательном процессе, интеграции английского языка в учебные предметы. И вот уже работаем третий год как региональная инновационная площадка по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А вы сельский житель по рождению или городской? Нет, я городской. Уехали в село? Я и сейчас езжу, работаю, живу в городе, работаю в селе. В принципе, это не составляет никаких сложностей и трудностей. Илон узнает, насколько важно вот уметь педагогу правильно разговаривать с детьми. Я думаю, что самое главное для педагога это заинтересовать детей. Потому что я помню, когда я пришла на баскетбол первый раз, я даже не понимала, что я играю в баскетбол. Я помню то, что нас было много, мы все бегали, нам было очень весело, мы бегали с мячиком. То есть мы выполняли уже какие-то упражнения физические, но мы не понимали, что мы это делаем. Нам это нравилось. В детстве я занималась разными видами спорта. Я занималась плаванием, теннисом, легкой атлетикой. И вот нигде, ни в одной секции меня вот так вот не заинтересовали. Я думаю, что это тоже заслуга моих тренеров. Владимир, скажите, пожалуйста, наверняка у вас найдется несколько вокальных фраз. Первый спектакль, который я пел в Большом театре, был «Сивийский цирюльник». И там в конце оперы Бартел обращается к Базилио, как бы он был его соратник, сподвижник во всех махинациях. Когда все свершилось, что Альма-Вива там женится на разине, и он говорит Базилио Бартелло. А что же ты, подлец, ты-то мне изменил, предатель сволочь. На что Базилио говорит, у графа в кармане были такие аргументы, что с ними спорить невозможно. Так я хочу сейчас сказать, как бы перефразирую фразу Базилио. У нас в стране есть такие аргументы в лице газеты, аргументы и факты, что не поспоришь с нашей страной. И такие серьезные факты. И такие профессиональные люди, которые работают в газете, аргументы и факты. Спойте, попросим. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое помышление. Подай, Господи, сотрудникам газеты аргументы и факты, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето.